Вы видели какую-то странную картину пару дней назад в каком-то подвале. Владимир Владимирович встречался борцом Магомедовым, который только что боролся за какой-то титул где-то там в Лас-Вегасе. Как помните, был большой скандал, началась бойня прямо в зале, хотя этот спортсмен выиграл, так сказать, тагестанский спортсмен это соревнование, но тем не менее после его победы началась какая-то бойня в зале. Бились обе делегации обоих противников и вызвало это очень удивительные комментарии везде, что это такое, почему на спортивном мероприятии, когда уже бой кончится, нам надо еще видеть такие вещи. Ну, вещи не вещи, Путину это очень все нравится, что вот идет такая бойня даже после того, когда спортивное соревнование кончилось. Победитель был принят Владимир Владимировичем где-то в подвале. Мы это видели, вот видите, окна очень, так сказать, на высоко находятся, они закрыты. Мы видим, что какая-то странная такая обстановка, явно никакая не, так сказать, комната для приемов, это не кабинет какой-то. Выглядит это как военный бункер. Где этот Путин его принимал? Ну, говорят, ульяновский. Зачем его принимал ульяновский? Что нельзя было его принимать в Москве, в Сочи, где еще? Зачем эта такая вот обстановка? Но сразу припомнилось, вот такая же обстановка, вот такие же картины были перед войной с Украиной. Помните какие-то тоже странные совещания в каких-то странных помещениях? Потом все говорили, что это бункер в Ростове, где он принимал каких-то людей и провел какие-то совещания. Но вот в связи с этим тоже его разговоры о том, что вот Россия на кого-то там будет прыгать, он и договорил этому Нурмагомеду, что вот будем прыгать, вот Россия будет прыгать. На кого будет прыгать, зачем будет прыгать, это осталось тайной. Но он это говорил, а он ничего случайно не говорит. Если он находится в месте, где, ну, можно понять, находится какой-то бункер, и он говорит, что он будет на воду прыгать, это значит, что это и есть его истинное намерение. Или он подоставливает общественное мнение, что он будет это делать. Идет постоянно какая-то картина. Вы видите, он проводит совещание Совета Безопасности, где главной темой это церковь. Церковь, религиозные вещи, Томас. Вот это обсуждается на Совете Безопасности Российской Федерации. Но где это видано, конечно, что это такое? Как это жизнь религиозных организаций должна касаться дел безопасности или государственной жизни Российской Федерации? Почему это должна быть какая-то тема? Религиозная расприя, это просто остается религиозным организациям. Но нет, конечно, это не так. Владимир Владимирович рассматривает православие как оружие. И в связи с этим уже были очень большие скандалы многие годы назад. Люди, конечно, уже забыли об этом. Но была такая ситуация, что Владимир Владимирович напал на Грузию и отяпал Абхазию и Южную Осетию. И тогда, конечно, возникал вопрос, а церковь там местная кому будут подчиняться? Грузинскому патриарху или московскому? Конечно же, московский патриарх попытался объяснить Владимиру Владимировичу, что это все эпархия, территория грузинского патриарха, что вот не может туда пойти православная церковь московская. Но это очень не понравилось Владимиру Владимировичу. И нас бедный Кирилл получил по голове, по полной пограмме. Помните, лично выручил ему серебряную калошу Ксения Собчак. Но, видите, Ксения Собчак никому ничего так не дает. Он дает, когда, тогда и когда это нужно Владимиру Владимировичу. А в данном случае шла просто жастощайшая кампания против патриарха Кирилла. То его показывали на каком-то яхте полуголом, показывали его огромные виллы, то у него там какой-то хитрый такой дорогой, дорогие часы появляются на руке, а потом и сижают, ну и так далее, и тому подобное. Конечно же, вся эта массивная медиа кампания была заказана администрацией президента. И была просто отместка Кириллу за то, что вот он там сопротивлялся Путину по поводу того, чтобы забрать в том числе и церкви Абхазии и Южной Осетии. Так что, понятно, для Путина это религиозный вопрос, тоже очень важный вопрос. Это вопрос, так сказать, того, чтобы получить власть где-то там, где Путину это нужно. Но в данном случае, видите, идет борьба за Украину, значит, все эти церковные дела, это, конечно, святое дело для Владимира Владимировича. Но более того, это еще более страшно. Тут вспоминали войну в Донбассе. Один из руководителей вспоминал, что его личной охране были исключительно монахи из Донбасса. Вот они, так сказать, сила российская, которая тут борется за мир. Ну, в общем-то, страшновато, конечно, но в духе, конечно, путинской России. Конечно, монахи с автоматами, которые расстреливают там, кого надо, это, конечно, хорошо. Больше таких, если мы говорим о том, что думает Владимир Владимирович. Ну и, конечно же, теперь, если все это соединить в одно, вот кажется, что да, Владимир Владимирович готовится к новой войне. Идет мобилизация общественного мнения, чистят роды-рады, и вот как-то там даже, используя какие-то религиозные распри, хотят на эту Украину напасть. Ну, что конкретно, я могу предполагать, что хотят полностью оттяпать Тонецкие и Луганские области. Сейчас идет в Украине обсуждение о том, что уже надо это особое положение в Донбассе отменить. Ну, а это, на самом деле, значит того, что, конечно, Путин рассматривал таким образом, что, наконец-то, у него появился повод, чтобы забрать Донбасс и Луганск полностью. Ну, в том числе и захватом, конечно, Мариуполя и другие такие стратегические вещи. Так что, эта опасность сейчас самая большая, и вот эта странная встреча с победителем боя без правил, это вот просто тоже маленькая такая вещь подготовки общественного мнения к данному событию. Субтитры сделал DimaTorzok